Как известно, вопрос лекарственной терапии пациентов с метастатическим раком остается одним из самых сложных для клиницистов, а пятилетняя выживаемость пациентов не превышает 30%. История лекарственной терапии метастатического рака мочевого пузыря берет свое начало с конца 70-х годов, когда впервые появились исследования, опубликованные американским врачом и исследователем Алланом Ягудой и соавторами, показавшими эффективность применения химиотерапевтических агентов в терапии уротелиального рака мочевого пузыря. В последующем были применены различные схемы на основе цисплатинсодержащих препаратов, которые показали свою эффективность в ряде исследований, на основании чего было сделано заключение, что платинсодержащие режимы химиотерапии в первой линии позволяют получить высокую частоту объективных ответов почти у половины пациентов, Однако продолжительность объективных ответов на данную терапию не превышает 7 месяцев. Другой вопрос, который мы ставим перед собой, назначая пациентам лекарственную терапию на основе платинсодержащих схем, это подходят ли наши пациенты для этой терапии? Поскольку мы прекрасно понимаем, что практически 50% пациентов из нашей популяции, это пациенты старшего возраста с выраженной сопутствующей патологией и не подходят для проведения цисплатинсодержащих химиотерапии и вынуждены получать менее эффективные режимы на основе карбоплотина. Показаниями, отбором данных пациентов для отбора мы применяем всеми известные критерии Гальского, которые представлены на слайде и хорошо нам известны. Стоит сказать, что из популяции пациентов с метастатическим раком 10% вообще не подходят для платинсодержащих режимов и многие годы, почти в течение 30 лет терапия этих пациентов представляла определенные сложности. Первым значимым эволюционным событием в лечении пациентов с метастатическим раком мочевого пузыря считается 2016 год с появлением иммуно-онкологических препаратов, появление которых стало возможным благодаря открытиям механизмов противоопухолевого ответа американским ученым и исследователем Джеймсом Эллисоном и его японским коллегой Тасоку Хадзю, которые были удостоены за свое открытие Нобелевской премии. На иммуно-онкологические препараты были возложены большие надежды, однако в реальной клинической практике данные препараты в первой линии не показали высокой эффективности в сравнении со стандартной химиотерапией, не нашли своего широкого применения в терапии первой линии, в то время как в терапии второй линии иммуно-онкологические препараты достоверно демонстрировали более высокую частоту объективных ответов, показали довольно высокие показатели общей выживаемости, что позволило занять этим пациентам определенную нишу и изменить стандарты лекарственной терапии метастатического рака мочевого пузыря. Другим значимым событием явилось внедрение поддерживающей терапии на основе АВИЛУМАБа, которое стало возможным после получения результатов всем известного исследования «Джевелин-100», в котором АВИЛУМАБ достоверно продемонстрировал увеличение показателей общей и безрецидивной выживаемости у пациентов в поддерживающем режиме после достижения стабилизации на фоне стандартной противоопухолевой цисплотинсодержащей терапии. И, наконец, третьим значимым событием, поменявшим парадигму лекарственной терапии, является появление таргетных препаратов, появление в 2020 году ингибиторов, рецепторов факторов роста фибробластов, такому как эрдофетиниб, подробно освещенным предыдущим докладчиком, и появление конъюгатов моноклональных антител, таких как инфартумаб и сацитузумаб, которые как в самостоятельном применении, так и в комбинации, так и в сравнении с химиотерапией, продемонстрировали высокую частоту объективных ответов, и в том числе инфартумаб позволил увеличить медиану общей выживаемости без прогрессирования у пациентов. Таким образом, заключая вышеизложенное, хочется отметить, что современные достижения научные и понимание механизмов развития опухолей и, в частности, прогрессирования рака мочевого пузыря позволили изменить парадигму лекарственной терапии буквально на наших глазах, сменив процессы практически 30-летней стагнации, появлением новых значимых подходов в терапии, которые, возможно, помогут улучшить нам терапию наших пациентов. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ